Если встать вот здесь на площади и оглянуться вокруг, вот я задаю вопрос своим экскурсантам, какой из объектов, ну, возможно, наиболее важный в контексте именно моего повествования во время экскурсии по Берлину, совершенно не бросается в глаза, а он тут есть. Люди смотрят по сторонам, видят, ну, прежде всего, что они видят? Они, конечно же, видят вот этот собор, впечатляющий собор, который вообще-то протестантский. Протестантский храм – это, знаете, сама скромность, само такое… Когда отводил несколько дней экскурсию, у тебя пропадает просто словесный запас. В общем, почему-то в голову начинают ползти английские и французские слова, а русские автоматически улетучиваются. В общем, ничего лишнего не должно быть, а посмотрите на этот помпезный храм. Хотел Кайзер сделать так, чтобы он был самым-самым-самым во всей Европе. Затем они, конечно же, смотрят на шедевр Карла Шинкеля, который много чего построил в Берлине, и вот сейчас тут пытаются восстановить здание новой академии. Оно было полностью разрушено, считается искусствоведами одним из таких наиболее современных зданий 19 века, то есть прото-конструктивистской даже в каком-то плане. Построил, не построил, а по его дизайну была сделана решетка Королевского моста. Вот он вот там вот находится, я потом досниму. Он изначально был собачий мост, потому что через него в Тергартен отправлялись на охоту все курфюсты. И если вы приедете в Петербург и посмотрите на Ничков мост, то вы с удивлением обнаружите, что как-то вот рисунок решетки очень сильно напоминает Королевский мост в Берлине. В искусствоведческих книгах деликатно пишут, что он был позаимствован. Ну, в общем, скоммуниздили его. Ну, и не скрывали на самом деле этого. Настолько Карл Шинкель был продвинутым архитектором. Вот там вот на заднем плане еще виднеется церковь. По его же проекту возведенная, собственно, слева от него и находится эта самая архитектурная школа новая. У нас в Петербурге Карл Шинкель построил, как вы знаете, в Александрии готическую церковь, при этом православную, святого Александра Невского. Ну, и вот этот вот музей, музейное здание. Вот сейчас вот автобус отъехал, как раз вылезло здание новой школы. Такой красной, обтянутой пленкой с рисунком стен этой новой школы. В общем, вот смотрят они на это прекрасное сооружение, там пытаются что-то угадать. Никто не обращает внимание вот на тумбу, на тумбу, которая находится в углу площади. По той простой причине, что никто никогда не смотрит на мемориальные доски. И на такую тумбу, ну кто будет на нее смотреть? А между тем, тумба, она неспроста там поставлена. На ней нанесено имя и фамилия героя, который пытался протестовать конкретными действиями. Не только он, еще члены общества Красная Капелла развесили листовки по всему Берлину. Против чего они протестовали? Против выставки, которая называлась «Советский рай». Она находилась, точнее, она была организована именно здесь, там, где фонтан, там стоял павильон. Перед павильоном стоял советский танк, еще пару трофейных орудий. Выставка была организована Геббельсом. Она нужна была для того, чтобы как-то оправдать вторжение в Советский Союз. А самое главное – объяснить немцам, что не надо волноваться. Да, мы немножко забуксовали, «Близкрик» не получился, план «Барбаросса» сорвался. Но посмотрите, с кем мы воюем. Посмотрите, какие они варвары. Все было прекрасно оркестровано, я имею в виду прессу местную. Были из одного концлагеря взяты статисты, постановочная съемка. Кое-какие улицы Минска были использованы для фотосессии. Даже кое-какие подвалы НКВД. Ну, что тут, собственно, из песни слов не выкинешь. Но основной посыл выставки был заключен в том, что это варвары. Мы имеем полное право, потому что мы сверхлюди, мы титаны. Мы имеем полное право на их уничтожение. И посмотрите, как это происходит. И вот эту выставку, собственно, и пытались поджечь. Сам поджог даже не особо удался. То есть никакого вреда выставке не было нанесено. Но факт остается фактом. Хоть какой-то акт сопротивления был оказан. Более 30 человек было поймано гестапо. И всех казнили. Те, кто расклеивали листовки, тоже были пойманы. Их тоже казнили. Мастер пропаганды Геббельс своего добился. Он был совершенно гениальным пиарщиком. То есть сегодня его навыки пригодились бы любому рекламному агентству. Именно Геббельс ввел такие понятия, как три степени правды. Белое, серое и черное. Белое – это правда-правда. Серое – это правда с примесью лжи. А черное – это совсем, в общем-то, неправда. Отсюда, собственно, и черный пиар. Дальше Геббельс разработал основные принципы пропаганды. Во-первых, пропаганды должно быть много. Ну, то есть ее должно быть нереально много. Она должна вообще струиться из всех щелей и так далее. Затем пропаганда должна быть предельно простой. Вот просто для тупых блондинок. Простите, дорогие блондинки, и это, конечно же, фигура речи. Чтобы любому, даже такому тупому столяру, как Павел Перец, было понятно, о чем идет речь. И последний, третий пункт. У человека не должно было оставаться выбора при поступлении информации в его мозг. И здесь, опять-таки, вот вы знаете, такой автомобиль Вольксваген, да? Фольксваген, если быть точным. Фольк – это народ по-немецки. Фолькштурм и все такое прочее. Народные все эти отряды. Так вот, это народный автомобиль. Он был призван, создан для того, чтобы каждый бравый немец получил по машине. До войны – это же фантастика, да? Согласитесь. Но, помимо прочего, были еще народные радиоприемники. Радио тогда входило в силу. Даже телевидение уже начинало функционировать в Германии. Но если телевидение – это было совсем-то такое элитарная затея, то радио было вполне доступным. Как оно оказалось доступным? Да потому что Геббис устроил акцию раздачи радиоприемников людям. Бесплатно. А это, надо сказать, ну, я не знаю, ну, как бы сейчас раздавали бы бесплатно, ну, не знаю, айфоны последние. То есть, это была дорогая вещь, а ее выдавали вам бесплатно. И вы автоматически получали надежный, проверенный источник информации, который выдавал вам то, что вам необходимо знать, слушать и понимать. Сам Геббис, который проповедовал вот эту идею титанов, я вам покажу. Я сейчас специально заеду в здание Арсенала и покажу одну из скульптур, которая стояла перед зданием Рейхсканцелярии. Это вот воплощение такого арийского духа, тевтонского рыцаря, бога, я не знаю, старшего брата Валькирии, ее мужа, любовника, я уж не знаю. Он настолько суров, что он даже держит меч не за рукоять, а за лезвие. Да, то есть, челябинские парни настолько челябинские, настолько суровые. Ну и дальше, вы знаете, продолжение этого мема всевозможное. Геббис вот проповедовал идею этой высшей расы, бла-бла-бла. Было введено расоведение в школах немецких. Ей замечательно, кстати, погуглите мультики, мультики антисемитские эпохи Третьего Рейха. Это просто шедевр. Сам-то он вообще ни разу не напоминал представителя высшей арийской расы. Он и лицом не вышел, плюс у него еще одна нога была короче другой. Он хромой был, это была проблема при рождении. Зато ему повезло с супругой. У супруги его тоже была интересная история. Она была дочерью немца, но потом мама с ним развелась и вышла замуж за еврея. За еврейского, соответственно, бизнесмена. А сама она тоже вышла замуж за богатого промышленника. Она с ней в поезде познакомилась. Но быстро в нем разочаровалась, он оказался занудой. Ездил в Америку, там даже то ли племянник, то ли кто-то... В общем, какой-то младший родственник президента Гувера даже за нее хлестывал. Я уже точно не помню. Да это не столь важно. А потом, а потом вообще в ее жизни это уже в дальнейшем раскопали исследователи. Ну, потому что семейная жизнь Геббельса, как вы понимаете, вызывает определенный интерес. Выяснили, что у нее был еще любовник русский еврей, который стал потом одним из активных участников движения «Сионизм». В общем, такая насыщенная у нее была жизнь. Но попав на один из съездов НСДП, она была потрясена. Потрясена речами этого Геббельса. У них там все завертелось, закружилось. Она была безумно красивой женщиной. И у них народилось аж шесть, по-моему, детей. И все они, если вы посмотрите, как их зовут, они все Хильда, Херда, я не знаю, Хильдебранта, Хильдегерда. В общем, они все на букву Х. Дело в том, что Гитлер, это у нас Гитлер, а вообще он даже по-английски «Хитлер». Ну и по-немецки он тоже «Хитлер». Она всех своих детей называла вот на эту букву, потому что она считала, что они посвящены фюреру. Геббельс инкорпорировал свою судьбу, свою семью, извините, в эту пропаганду всецело. То есть его дети, они были представителями арийской расы, они фигурировали на различных фотоснимках, где они зигуют, они в кинохронике присутствовали и так далее. Но когда стало понятно, что «упс», да, я вот водил свою группу, показывал место, где, собственно, был бункер фюрера, там несколько последних дней были очень значимы. Во-первых, на один день Ева Браун наконец стала госпожой Гитлера, там произошла эта прекрасная, великолепная свадьба. После этого она буквально один день наслаждалась своей ролью первой леди государства, но потом пришлось... И после смерти Гитлер назначил Геббельса своим правоприемником, и он один день был вот самым главным в Третьем Рейхе, буквально один день. Но день закончился, и они с супругой отравились, потому что супруга не видела смысла жизни без Гитлера, но она точно так же не видела смысла жизни для своих детей. Старшенький-то у нее был в плену, если я не ошибаюсь, и она написала ему письмо, что я не вижу смысла оставлять в живых всех остальных. Им вкололи Морфий, пятерым, там было, соответственно, по-моему, четыре дочки и один сын. И после этого положили цианистый калий в рот, и, собственно, на этом их жизнь закончилась. И когда пришли наши войска, они увидели, конечно, феноменальную картину, вот эти мертвые дети. Ну, на самом деле, после того, как они побывали в концлагерях, в общем-то, им уже было немудрено и такие картины наблюдать. Вот так закончил свои дни этот бес, самый натуральный, который, тем не менее, придумал эти основные принципы. И вот, когда ты задаешься вопросом, а ты постоянно задаешься вопросом, как немецкая нация, которая там Шиллер, Гёте и все такое прочее, вдруг стала вот такой вот. Ну, тут есть, конечно, объективные причины, да, то есть поражение в Первой мировой войне. И тогда возникла вот эта идея удара в спину, то есть немцы же они были не виноваты. Это все проклятые вот либералы, вот эти вот евреи, жидомасоны и все такие прочее, вот они. Они все устроили. Германия-то выигрывала. Германии до последнего дня говорили, что она выигрывала, точно так же, как и Геббельс потом промывал мозги, что на самом деле все хорошо на Восточном фронте, хотя там уже было далеко все нехорошо. Вот Германия, она вот такая, и поэтому, поэтому виноваты не мы, виноваты не немцы, с немцами все нормально, и с армией было все нормально, виноваты враги. Вот эта вот теория удара в спину, она была крайне популярна фашистской Германии, потому что, ну, что уж тут поделать. Если мы задумаемся, например, о том, почему, скажем, развалился Советский Союз, то мы узнаем у ряда личностей, что вот он по какой угодно причине развалился. Рейган его развалил, это правда, Рейган приложил усилия к этому. Там какие-то внутренние враги-диссиденты, там, не знаю, Солженицын, да кто угодно. Но только не сама система. Я не хочу сказать, что это может привести к возникновению фашистского движения в России, боже упаси. Но я к тому, что очень, очень легко насаживать на вот эту идею внутреннего предательства главную ось своей пропаганды. Очень легко быть Геббельсом, когда ты вот орудуешь такими простыми и доступными инструментами. Мы не виноваты, мы нормальные, и система у нас была самая лучшая в мире. Ну вот просто так получилось. Просто, понимаете, как бы внутренние враги. Вот враги, во всем они виноваты, эти враги. Вот эти либералы, проклятые, антисоветчики, вот эти вот Павлы Перцы, которых уже давным-давно надо расстрелять. Вот это все они. Вот если бы не они, все было бы хорошо. И вот на этой платформе прекрасно выстраивается любая пропагандистская идея. Она очень хорошо ложится вот в неоперевшиеся мозги, которым, ну, иногда людям кажется, что они такие умные и продвинутые и так далее. Немцы были одни из самых, вообще-то, интеллектуально продвинутых наций в мире. То есть немецкая наука и все такое прочее. Вот тут университет Гумбольта, перед ними, кстати, две скульптуры. Одна Вильгельма Гумбольта, господи, ты боже мой. А вторая Александр. Александр аж два раза ездил по России и вообще очень много сделал для открытия недр нашей страны. Но это отдельная песня. Так вот, когда вы об этом думаете, тут нужно понимать, что есть, как обычно, две ипостаси. Одна, нужно посыпать голову пеплом, каяться во всем, а другая, говорить, это вообще не мы и прочее. То есть вместо того, чтобы попытаться здраво разобраться в ситуации, люди всегда стараются найти какие-то наиболее простые решения. Потому что, вспоминаем правила Геббельса, да-да-да-да-да, пропаганда, она должна быть предельно простая. Поэтому вот этот термин, который я в свое время ввел и который всем понравился, информационный гамбургер, он действует и до сих пор. Он действует и в рекламе, естественно, потому что реклама использует все наработки Геббельса. И действует, естественно, во всех официальных источниках информации, где вам четко и понятно расскажут, кто, чего, за что, почему и так далее. Поэтому вот вспоминайте об этом каждый раз, вспоминайте вот об этой тумбе, и если вы будете в Берлине, да, вот на этой площади, ну, подойдите к ней и почитайте немножко про эту советскую выставку, погуглите, есть картинки замечательные с нее. И задумайтесь о том, ведетесь ли вы сегодня на пропаганду или нет. И я не удивлюсь, если вы вдруг поймете, что в какой-то мере вы сами являетесь жертвой этой пропаганды. Ну, а в конце, по традиции, анонс. Во-первых, если вы хотите поехать с нами в Берлин в ноябре или в марте, вы можете написать мне об этом. Сейчас идет набор групп. Точно так же по поводу Парижа в конце января. Во-вторых, пока что еще идут экскурсии в Петербурге и в Москве. Анонсы вы можете увидеть у меня в ВКонтакте или на сайте. Все ссылки есть в описании под этим видео. Обращайтесь, я отвечу на все вопросы. На этом все, дорогие друзья. С пламенным приветом из столицы Германии. Оставляйте комментарии внизу. Увидимся. Пока.